Привет! Это разбор книги под номером 404. Кармический менеджмент. Эффект бумеранга в бизнесе и жизни. В этом подкасте тебя будет ждать 6 выводов, и они особенно интересны. Давайте с тобой сначала побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Вообще, эту книгу можно запросто перечислить книгам из разряда фундамент. То есть, если ты сейчас стоишь на пороге открытия бизнеса или, наоборот, развиваешь его, то вот эти принципы тебе позволят построить эту, знаешь, такую надежную, серьезную конструкцию. Потому что без этих базисов, без этих принципов эта конструкция будет ненадежна. И рано или поздно она схлопнется. Именно поэтому, не знаю, та категория бизнеса, которая была в 90-е построена, часть из них уже обанкротилась в 2000-х, другая часть – в 2010-х. И от чего зависит, когда некоторые бизнесы живут, здравствуют и процветают, а другие – разрушаются. Да все дело в принципах, дело в подходе. И вот эта книга как раз-таки про подход. Ну вот на некоторых выводов мы будем с тобой заострять внимание. Я буду стараться идти в глубину, чтобы показать несколько другие грани, которые не так понятны и очевидны при прочтении. Все. Приходим к первому выводу. Читаю. Сейчас самое время объяснить, что такое карма. Пока вы не начали воспринимать все эти ошибочные определения, которые вам уже приходилось слышать. Карма означает все, что вы делаете. Говорите или думайте. Или, если вам так удобнее, можно остановиться на определении «все, что я делаю». Каждый раз, когда вы думаете, говорите или делаете что-то, это записывается в глубинах вашего сознания. Почему? Потому что вы сами воспринимали себя в этом процессе. Наше сознание подобно сверхчувствительному жесткому диску с практически неограниченным объемом памяти, на котором записывается абсолютно все, что вы думали, говорили или делали. Даже самая крошечная деталь обязательно оставит отпечаток в вашем сознании. Этот отпечаток создаст маленький сгусток энергии, которая, подобно семечку, будет зреть под сознанием, пока не наберет достаточно сил и не прорастет обратно в сознание, чтобы определить, как мы будем воспринимать окружающий мир. И теперь мы можем нарисовать следующую схему. Если звонки повысили продажи, то причина не в звонках. Если ключ запустил двигатель, то причина не в ключе. Это лишь выглядит истинно. Нам просто кажется, что так происходит. Но в действительности машина запустила аккумулятор. И именно аккумулятор является причиной того, что ключ сработал. Вдумайтесь в это. Каждый раз, когда ваш звонок приводит к продаже, истинной причиной этого является карма. Карма стала причиной телефонного звонка и успешной продажи вслед за ним. Карма – это истинный уровень. Она лежит в основе всего, что нас окружает, подобно почве на нашей планете. Она удерживает фундамент зданий и позволяет расти деревьям. Это настоящая причина причин. Что можно вытащить из этого вывода? Для начала мне нравится, что здесь есть, знаешь, такой деловой практичный подход к карме. Потому что в основном карма, она исходит из таких индийских гуров. Вот они сидят в желтой ойдфу, в оранжевой рясе, на фоне красивых гор и рассуждают на тему кармы. И это не окей, особенно в современном обществе, потому что, ну, легко рассуждать о карме, когда ты даже не думаешь о том, что поесть сегодня. Ты можешь, в принципе, податься в паломничество и в какой-никакой степени, но формат еды будет для тебя закрыт. А здесь же прямая связь с тем, что, например, количество и качество звонков, перетекающих в продажу, зависит от кармы. И это интересно. То есть, если ты чувствуешь себя органичной, целостной личностью, которая не обманывает своих клиентов, то у тебя с кармой все намного лучше, чем с человеком, который хочет тебе что-то втюхивать, что-то продавать, лишь бы продать, чтобы получить свои барыши. Поэтому на этом пункте прям можно задуматься, как сейчас у тебя обстоят дела с кармой. Вывод номер два. Сейчас самое время остановиться и напомнить себе об одной вещью. Идея кармического менеджмента – это не воздушный замок и не фантазия стать хорошим для других. Это строгая, реальная и практичная бизнес-стратегия получения измеримой финансовой прибыли. Прибыли, которая сопутствует чувству глубокого удовлетворения и личного счастья. Это не просто способ поступать правильно на благо других. Это способ получать доход благодаря тому, как вы поступаете с другими. Сам механизм работы кармического менеджмента приводит к тому, что вы помогаете другим достигать успеха. От этого они чувствуют себя счастливыми, что в свою очередь делает счастливыми вас, и их счастливыми за вас. Вы только подумайте, что это значит все счастливы и все успешны. Так давайте же этим займемся. Ну, кажется, рисуется такая, знаешь, идеальная картина мира. А давайте все помогать другим, и тогда у нас все будет хорошо. И сначала вот эти лозунги воспринимаются, типа, да ну, каждый за себя. Вот эта вот фраза сразу тоже вспыхивает в сознании. Человек человеку волк, или как это говорится, что нужно быть подозрительным и так далее. Но с другой стороны есть другая сторона медали, в которой можно, ну, хотя бы посомневаться. Что я имею в виду под словом посомневаться? Если сомнения перерастают в действия из разряда, а дай-ка я попробую, то из этого может вылиться что-то интересное, когда ты просто допускаешь. Вот, например, у тебя есть какой-то род деятельности сейчас, который тебя кормит. Ты что-то продаешь. И если ты продаешь с целью просто получить прибыль, это одна история. А если ты продаешь и, например, добавишь в элемент продажи задачу сделать этого клиента счастливее, даже если ты продаешь, не знаю, там, не знаю, сборник стихов, велосипеды, автомобили, какие-то услуги, то постарайся вложить чуть больше. Не показного, а что-то такого, где ты сам будешь чувствовать приятное ощущение отдачи, приятное ощущение, что ты причиняешь этому человеку добро. Это вот, я вспомнил, когда занимался кофейнями, некоторые кофейни вместе с стаканчиками кофе давали эту жвачку Love Is. Вот не про это. То есть это халтура. Ну да, жвачку Love Is. А вот если ты что-то можешь дать такое и будешь чувствовать сопричастность, то это может круто поменять твою жизнь. И вот на этом моменте можно прям смело поставить лайк. Не стесняйся. В Телеграме это делается легко. Вот номер три. Интервьюер. Каждый из вас троих успешный человек. Будьте добры, постарайтесь вспомнить самый удачный шаг, сделанный вами на протяжении вашей карьеры. И расскажите мне, что заставило вас на него решиться. Отвечает первый человек. Тут даже и думать не о чем. Я просто чувствовал, что поступаю правильно. Отвечает второй человек. Я просто обратился к интуиции и следовал ей. Отвечает третий человек. Я просто всегда думал, что так и должно быть. Поговорите с любым по-настоящему успешным человеком о том, как он занимается своим успешным делом. Будто бизнесмен, музыкант или многодетная мать. Спросите у них, как им удается всегда делать правильный шаг в правильное время. И в ответ вы наверняка услышите, я сам не понимаю, как мне это удается. Наверное, это что-то вроде инстинкта. И вот сейчас, на секундочку, задумайся. У нас главная мысль связана с кармой. Но в этом выводе речь идет про инстинкт, про чуйку, про ощущение интуиции. Если мы сейчас постараемся провести такую, знаешь, невидимую параллель, а что если карма равно хорошая интуиция? И представим вот такой себе пример. Есть два человека. Назовем одного Петя. И этот Петя хочет кому-то постоянно что-то втюхивать втридорога. Он просто стоит, торгует своей продукцией, знает, что клиенты к нему не вернутся. И есть, так, Петя у нас есть, и есть, например, Саша. А Саша понимает, что я просто буду делать свое дело как умею, буду стараться делать с каждым днем все лучшее и лучшее. Не с кем-то себя сравнивать, а просто как могу, но при этом получить удовольствие. Так вот, представь, что творится в голове у Пети. Мы знаем, что если ты внимательно слушаешь мои разборы, лично я как понял, как работает интуиция. Интуиция работает в основном в тишине. То есть если у тебя в голове твой внутренний голос просто не умолкает, постоянно тебе что-то говорит, ну, в общем, такое, знаешь, как истеричка, вот этот мыслепоток не прекращается, то с вероятностью, что это происходит у Пети, мне кажется, больше. Потому что Петя думает, как бы его не поймали на воровстве, как бы его не поймали на жульничестве, как бы сделать так, чтобы там на него не пожаловались. Вот эти вот все мысли, они точно не молчат. Они постоянно вспыхивают у него в голове, как мигающие лампочки. При этом наш Саша, у него относительно пустота в голове. И во время пустоты интуиция может подать свой еле заметный голосок. И если Саша прислушивается, то тогда вероятность более успешного результата значительно выше. Вывод номер четыре. Вот восемь правил кармического менеджмента. Правило первое. Перестаньте делать то, что не работает. Правило второе. Найдите причину причин. Правило третье. Определите, кто является вашим кармическим партнером по бизнесу. Правило четвертое. Начните с себя. Правило пятое. Хватит принимать решения. Правило шестое. Зарядите свой степлер. Правило седьмое. Оседлайте проблемы, и они вознесут вас на вершину. Правило восьмое. Поддерживайте карму. Вот эти основные правила, их восемь, они, конечно же, более подробно расписаны в книге. И при желании на каждом ты можешь остановиться. Но поскольку у нас сейчас такой практичный подкаст получается, то я вот остановлюсь на правило номер три. Определите, кто является вашим кармическим партнером по бизнесу. И здесь прям можно хорошенечко задуматься. Если твое окружение тебе не устраивает, и ты хочешь что-то поменять. Вот, например, я из региона. Ну, то есть я живу в Новосибирске. И, очевидно, у нас не так много, ну, точнее, в сравнении с Москвой, не так много успешных предпринимателей, каких-то ролевых моделей, на которых можно равняться. И здесь вот есть определенное решение. Причем бесплатное и крутое. Вот тут прям вписывается восхитительная, полезная рекомендация. Читаю. А сейчас хочу вам рассказать историю, которая абсолютно реальна. Жил-то был один миллионер. И в какой-то момент жизнь его стала праздной. Казалось скучной и бессмысленной. По утрам он решал лишь одну задачу. В какой ресторан поехать ужинать. Возможно, потому и обанкротился. Да, прямо в ноль. И вот в те голодные годы ему попалась эта самая книга. После прочтения которой он каждый день начал делать одно действие. Всего одно. Он помогал другим достигать материального богатства. Рядом с Амой он собрал команду успешных предпринимателей и задался одной большой целью. Сделать так, чтобы любой мог прийти к ним и обучиться бесплатно навыкам построения и управления бизнесом. Они помогали безвозмездно, просто так, не получая ни копейки взамен. Прошло 6 лет. И сейчас это реальное сообщество. Террора. Где 300 предпринимателей нашей страны с доходом от 500 тысяч до 50 миллионов рублей в месяц во всех городах ведут бесплатное наставничество и помогают всем желающим построить свой бизнес. Они собрали рядом с собой более 30 тысяч молодых ребят и вырастили уже более 200 миллионеров. А сам этот человек, основатель Терра, в этом году сделал более 300 миллиардов оборота. Если эти слова вам добавили больше веры, можно зайти к ним на канал и получить массу полезности. Поэтому ты можешь даже поставить подкаст на паузу, перейти, подписаться, сохранить закладки и в любой удобный момент обращаться к этому каналу. Вот, собственно, так. Теперь читаю дальше. Вывод номер 5. Этот вывод, он из «Алмазного гранщика». Это, по-моему, кажется, первая книга написана Майклом Роучем, ну вот, читаю. Бизнес-проблема номер 4. Вы обнаруживаете, что не в состоянии получить удовольствие ни от денег, ни от вещей, которые достаются вам с таким трудом. Решение. Не завидуйте результатам усилий других. Перестаньте сравнивать себя с другими. Просто наслаждайтесь тем, что имеете. Будьте хозяином самой себе и цените то, что у вас есть. Бизнес-проблема пятая. Независимо от того, как бурно и интересно развивается ваш бизнес, вас не покидает ощущение, что этого недостаточно. Вас преследует чувство неудовлетворенности. Решение. Такое же, как в предыдущем случае. Прочитай еще раз. Не завидуйте результатам усилий других. Перестаньте сравнивать себя с другими. Просто наслаждайтесь тем, что имеете. Будьте хозяин самому себе и цените то, что у вас самих есть. Я вот заметил определенную корреляцию. Даже сейчас, когда Незиограмм у нас заблокирован, у меня там есть парочку человек в закладках, на которых я захожу. Не знаю, зачем захожу. Как-то она в свое время связала судьба. Я захожу и вижу красивую картинку, которую они показывают на весь интернет. И эта красивая картинка отпечатывается даже во мне. То есть я знаю, как работает осознанность. Знаю, что нужно очень четко фильтровать вот эту картинку. Но она почему-то, знаешь, такой осадочек оставляет. И этот осадочек неприятным шлейфом тянется изо дня в день. И самая лучшая рекомендация – это отписаться от таких людей. Просто убрать из эфира. Потому что те люди, которые показывают безупречно красивую картинку и рассказывают какие-то незамечательные, здоровские, и покупают их наставничество, вот, пожалуй, от этих людей нужно бежать. Потому что это все неискренне. Потому что это все какая-то бутафория. Это как, знаешь, встать в магазине и очень долго любоваться каким-то... Кто они там стоят? Как эти... Господи, из головы вылетело. На ком висит одежда? Напишите в комментариях, мне вылетело из головы это слово. В общем, если ты стоишь и наблюдаешь за этими ненастоящими людьми, на которых, ну, очень хорошо сидит одежда, то это не жизнь. Порой эта одежда может висеть балахунистой или... А, вспомнил! Манекен! Манекен! Вот если ты смотришь на этих манекенов очень долго и считаешь, что вот она, вот она, как должна выглядеть одежда, то нет. Нет, нет, нет. У всех свой... Своя фигура. И у всех, конечно же, одежда висит по-разному. Вывод номер шесть. Существует и прямая взаимосвязь между размером нашей благодарности и тем, насколько счастлива наша собственная жизнь. Очень веселые люди, как правило, хорошо сознают, как много труда вложили окружающие, чтобы помочь им стать счастливыми и довольными. И неважно, был ли этот трудоплачен, по-настоящему счастливый ум не слишком-то озабочен такими мелочами. То есть, действительно, счастливые люди обычно очень благодарны за каждое одолжение, за каждое доброе дело, которое способствовало их нынешней радости. И наоборот. Мрачные люди чаще всего усугубляют свой безрадостный взгляд на жизнь, избегая любой мысли о том, как много дали им остальные, на какие жертвы им, возможно, пришлось пойти, и неважно, заплатили им за это или нет, ради того, чтобы осуществилось их счастье. Вот здесь прослеживается очень четкая петля, что если ты счастлив, то тебе в целом становиться счастливым, становится легче, потому что ты можешь зафиксировать это состояние в уме. Ты можешь быть благодарным. Вот смотри, например, ты празднуешь свой день рождения, и ты, блин, так рад, так счастлив. И самое хорошее, что ты можешь сделать, это порефиксировать. Почему, например, вот в этот день рождения, да, тебе дарят подарки, да, ты слушаешь какие-то приятные поздравления, ты чувствуешь себя счастливым. Почему? Может быть, есть что-то еще? Может быть, вот за этим прячется какая-то другая глубина, другая истина. Если ты найдешь что-то другое, то ты можешь и на остальные 364 дня перекладывать это ощущение. Конечно, не всегда получится чувствовать себя счастливым. Мы же не роботы. Но при этом счастливых дней у тебя определенно будет больше, чем тех людей, которые принимают себя таким. Ну, я сегодня грустным просто потому, что я сегодня грустным. То есть он принимает это как данность. Или списывает это на свой характер. Или списывает это на погоду. Так нельзя. Ты можешь в любом случае провести какую-то мысленную работу и понять, а что конкретно тебя приводит к таким умозаключениям. Если ответ, настоящий ответ тебя поразил, то ты с этим ответом можешь работать. А если ты будешь работать, то и жизнь у тебя получится более красочной. Вот как-то так. На этом все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока. Продолжение следует.